С прошедшим днём рождения! Юлик тебя тоже поздравляет. Спасибо! Ой, ты нехорошая. Кислятина. Скучно без водки. Мы вас категорически приветствуем на канале... На вашем канале. Канале... Рози Брайер. Рози Брайер, точно. Как вы могли понять, у меня прошёл день рождения и закончился челлендж. Я хочу поделиться результатами и того и другого. Сейчас просто кукол покажет. И вот и думаете, результаты дня рождения это или челленджи? Во время челленджа я открыла одну куклу за кадром. Но она была уже почти открыта. Это, извините за нюдису, пляжная Белла. Я её открывала для того, чтобы забрать её глаза. И кепку. Нет, я забрала её глаза и вставила их в валют. Это было в том году ещё. А вот сейчас, пока шёл челлендж, я полноценно её открыла. Я ещё, правда, не помыла ей волосы. Вот. У нас стоит с глазами Харпер. Вопрос. А чьи купальные принадлежности мы открыли для конкурса? Ничьи. Кепка, очки. Это была Харпер. Мы участвовали в Харпер. А это её одежда была? Это была её одежда. Она тоже пляжная? Да. У неё тоже ноги съёмные? Да. А Харпер есть не пляжная? Нет. Откровение. Видите, даже я на нашем канале узнаю постоянно что-то новое. Так что подписывайтесь. Перед началом видео я хотел бы попросить вас подписаться. Потому что тысячи людей, сотни тысяч смотрят нас без подписки. И из-за того, что они смотрят нас без подписки, они не появляются в циферке от просмотров. Понимаете? Да. И алгоритмы Ютуба их не учитывают, и мы не попадаем в тренды. Это ужасно. Это очень ужасно. Так что, пожалуйста, подпишитесь. Всё верно. Всё по факту. Так вот. Беллочка. Беллочка. Пляжная. Вот с такими карими глазами. Мне нравится намного больше, чем с фиолетовыми. Но я в каждом видео говорю, что мне не нравятся фиолетовые глаза. Вот. Но это не единственная Белла, которую я получила на свой день рождения. Потому что... Смотри, такая тень надвигается. О, господи. Это крипово. О, господи. О, господи. Пиздуй на пол. Так. Что ещё мне подарили? Кого ещё мне подарил муж на день рождения? И я открыла её за кадром. Это Скарлетт. Не знаю, стоило ли делать на неё вообще обзор. Потому что мы делали обзор на Розе и в принципе как будто бы... Да слушай, никому не нравится Скарлетт. Ну типа чё вот она? Я вот её сейчас второй раз помыла. Потому что вот этот клей, я не знаю, что это, какая-то странная субстанция на волосах, она совершенно не уходит. Ну называй вещи своими именами. У Скарлетт много спермы в волосах. Ну так и есть. Так и есть. По факту. Потому что я её помыла, думала уже всё. И в итоге она высохла соплями. И всё равно было ощущение клея. В целом вот хочу, чтобы она была такой вытянутой. И кстати, куклу уже заспойлерировалась. Смотри. Она прям... Её я не распаковывала, потому что она была по сути распакована. Я её запаковал обратно. Ну да, но... Это Мико. Я очень себе хотела Мико. Они жутко дорогие. Я не думала, что она реально будет в коллекции. Вот такая вот принцесса. У неё очень интересное платье, созданное как бы из кусков. Платье Франкенштейн. Но зато из-за него она хорошо стоит на подложке. 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 Ты сказала, Мико стоит на подложке. На подставке. Ты сказала на подложке. Я очень не люблю цепляться к словам. Я обычно так никогда не делаю. Но просто когда ты это сказала, я представил, как она вот на этой зелёной подложке. И тут этикетка наклеена. Типа фарш смешанный. 400 грамм. Состав, там, не знаю, соя, свинина, курица, куриная кожа, крысиные хвосты. Ксантановая камедь. Мясо птицы, механическая плавка. Если тебя не остановить, ты будешь идти, да? Ты идёшь вперёд. Я весь состав знаю. Ну это усреднённый такой рецепт. У неё есть браслетик. Я не знаю, как браслетик снимать. Видимо, никак. Серёжки настоящие. Тут у неё туфельки. И даже есть трущики. Интересное тело. Я не знаю, из какого-то материала. Что это материал? Это саран. Это, ну не знаю, какая-то резина. И внутри у неё металлический корпус. Поэтому ручки и ножки у неё сгибаются, ну, как хочешь, получается. Шарниров, так как таковых, нет. Есть поворотные шарниры в груди. Шейный шарнир есть. Вот. В целом, ну, такая маленькая. Вот по сравнению с РХ. Такая миниатюрная. Такое личико у неё смешное. Я сейчас попробую показать. Такая смешная. Глаза нарисованные. Глаза нарисованные, зато ресницы прошитые. И покажи её коробочку. Коробочка, кстати, прикольная. Вообще шикарная коробочка. Нет, вот ты сначала вот так покажи. Нет, переверни. Сейчас опять ждать, пока она расчехлится. Там написано Суперника. Открывается по типу айфона. Осуждаю. И вот тут вот была кукла. Ну, когда я получил её, она не была закреплена, она была завернута в пупырку. Спасибо продавцу. Ну, правильно. Я её развернул. Закрепил на вот этот вот хомутик от кабеля. Когда, знаете, новый провод покупаешь. Зарядки или для компьютера. Он на такой хомутик скручен. На чёрный закрепил, естественно. Хотя были белые. Угу. Просто достаточно длинного не было. Очень классная кукла. Очень необычная. На плечо её сажать ко мне мы не будем. Уебётся ещё и не ровничается. Очень красиво лопатки сделала вот эти вот. Это ключица. А, ключица. Извините. Есть вероятность, что мы как-то не так сели. И? И меня не видно. А я важная часть данного блогерского коллектива. Ты чё мне? Блогерский коллектив. Блогерский коллектив. Блогерский коллектив. Это Омская тусовка. Есть только мы, да, ещё? А кто ещё? У нас в Омске больше нет блогеров. А если есть? Других не знаем. В Азово есть. Где? Азово. А, да. А в Омске больше нету. Ладно. Мы бы их знали. Вряд, ну, как бы. Если есть, то они не такие известные, как мы. Потому что иначе мы бы их знали. Товарищ кот. Ты чё? Юлик, мы снимаем. Мой хороший. Маленький. Он, знаешь, зачем пришёл? Ммм. Делать нам жарко. Мгм. Вот чтоб вы видели, он вот так вот привалился сам. Всё. Он тусит. Ну так. У нас обзор-то на кого сегодня? Да. Я тоже сам это хотел спросить. Ты же... Это твои подарки все? А, да. Раз, два. Угу. У меня одна рука теперь, извините, на другой лежит кот. А обзор у нас сегодня египетская сила. Накладин. Накладин. Накладин у нас был... Наклео. Накладин мы обозревали в прошлом. В предыдущем. Да. Он ещё не смонтирован, когда мы это снимали. Клео. Патра. И у неё даже волосы из Сарана, которые Егор сам, точно сам из какой-либо подсказки нашёл. Да. Всё я говорила в предыдущих видео. И про эту коробку, и про всё, что я думаю. И единственный вопрос вот именно к Клео. What is your art? Клоун-арт. Мы здесь видим топик и штаны. И сандалии. Это что? Почему? Не то, чтобы я против. Но просто... Зачем? Короче, я не знаю, что с артами. С клоунами. Я ничего не понимаю. Сука, когда шутка умрёт для тебя? Когда клоун-арт туда зайёт и убьёт эту ёбаную шутку? Я тут нужен для того, чтобы бесить. И я не про нашу иголку, я про нашу жизнь. Так, можно мне оборзеть? Оборзевай. Так, все-таки, что я хочу сказать про сию окула. Я не могу так, извините. Я буду смотреть, говорить, показывать. Посмотрел, сказал, показал. Таким образом. Мне очень нравится шавуха. Шавуха-то. Хотя это, скорее всего, гирос. Ну, не суть. Ну, ладно, там нет картошки фри, может, это и шавуха. Ну, Соня сказала, все, что я это, я уже говорила, и про коробку, я не устану говорить. Нарисованные глаза. Отсутствует шейный шар... А, подожди, у них все шарниры есть. Или грудного нет? И грудного есть. Хорошо, шарниры есть. Где второй аутфит? Где подставка? Я же знаю, что она вот в этой части не скрывается. Это бутафория, там, блядь, пусто внутри. Ты реально вообще не ленит все говорить. Мне не лень это все говорить. Знаешь, это как вот это, если много раз назвать человека свиньей, однажды он захрюкает. Вот я очень надеюсь, что однажды Маттел станут нормальными производителями кухни. Надейся. Ну, блядь, мне не трудно это лишний раз сказать. А вдруг получится? Ну, вдруг. Кружка с Анубисом. Ну, прикольная, даже... Нет, ты понимаешь, мои аксессоры сейчас будем открывать. Я понимаю, это мое предварительное мнение. Я их еще не щупал, но мнение может измениться. Оно может в обе стороны измениться. Кружка с Анубисом прикольная, но детализация даже выше уровня Маттел обычного. Типа мы вспоминаем вот этот Дракула Аурин стакан с вишневым... с вишневой ссакой. А вот это синее я в душе не ебу, что такое, наверное, мы сейчас поймем. Я все это время его не замечал, понимаешь? Я понимаю. Вы понимаете, о чем я? Поставьте на паузу, напишите в комментариях. Написали? Я чуть не уронил. Я про телефон. Смартфон. Телефон. Блядь, это даже телефон с натяжкой. Ну, аутфит в целом говно. Так не ходит. Она Клеопатра. А Фрэнки Фрэнкенштейн. Но она одета в человеческую. Потому что ее одевал ее человек-отец. А у этой, батя... Кто же там какой-то... Кто у нее батя? Анубис, блядь? Ну, кто там эти вот... Ты носишь на термокружке голову у своего батя. Нет, у нее у батя тот же мумия, типа. И че? У нее вся семья мумии. А у Фрэнки отец Фрэнкенштейна. Они все так одеваются. У них так это принято. Не понимаю. Нет, так не ходит. А вот этот ее... Вот эта сумка. Это пирамида. Это рюкзак. Это рюкзак. Наверное, он очень удобный. Ну, про этих их животных я не буду ничего говорить. Они не заслуживают внимания, как и ее очки, кстати. Все. Все сказали. Давайте почитаем информацию на коробке. Давай я. Шутка, повторенная дважды, становится в два раза лучше. Известная формула. Монстр-тайп. Тип монстра. Фабуз. Рояль. Мама. Муми. Мами. Мама. Королевская мумия, типа, страшно красивая. Маст хэв монстра. Звездный кофе-гус. Сар. А где ты там видел стар? Там Сар. Сар кофе-гус. Я не знаю, что это. Хорошо. Кофе от Сары-гус. Пирамидальный бак-пак. Пирамидальный бак-пак. Питомец монстра тут. Мы поняли, что он тут. Он тут. А что это за питомец? Это тут. Тут он хамон. Или был такой бог тут? Тот. А, значит, тут он хамон все-таки. Типы де монструо. Гамитас релиз. Это не английский. Все, там закончилось. А, это четыре языка. Где русский? Я открываю. Открывай. Мерзко. Не изменяй традицию. Ну это фу. Хорошо, но это наша традиция. Кстати, будет очень смешно, если ты когда-нибудь ровнешь на видео. Все охуеют. Это мой николь. Ухуеют. Нет. Ставьте лайк, если охуеете. А, вы уже поставили зачета. Нет, они комментарии написали. А, ставьте лайк. Это у нас получается осталось фразы. Ставьте дизлайк, если что-то. Да. Или кидайте страйк, если что-то. Нет, кидайте страйк не надо. Кукла от трех лет. Взрослая девочка не может справиться с упаковкой. Да я все могу. Я про... Это претензия... Тут даже скотча нет. Это претензия к кукле, не к тебе. Тут даже скотча нет. Все нормально, вы видите, и все. О! Вот так вот. Я немножко запоздала. Дернул плечами. Типа, обосрался, дай потрогать. Саран ли это на самом деле, я до сих пор не уверена. Блядь, я не знаю. Знаете, на что похоже? Вот здесь как-то, ладно, кукольные волосы вот тут. А вот здесь, где они распушились... Мочалка какая-то. Да, вот. Блядь, я не знаю, мне кажется, я вот что-то подобное трогал где-то на даче, на каком-нибудь чердаке, вот. Оно пахло плесенью и сыростью. Камумия. Или на стекловаду еще похоже. Не, я, пока Соня распаковывает, я буду рассуждать. У Monster High, конечно, интересные у всех характеры, но давайте так. Как часто вы играете в кукол? Примерно никогда. Примерно никогда. Она выстрелила прямо мне между глаз. И отстрелила в монитор. Ай, это пудреница. Это было страшно. А если она мне глаз выкрутает? Я не могу открыть пудреницу, мне неинтересно. Так вот, как часто вы играете в кукол? Примерно никогда. А как часто вы переодеваете кукол в одежду, заимствованную у других кукол? Примерно всегда. Ну, не все так делают. А почему? Ну, не все он занравится. Таких людей мы не берем в расчет. То есть, ну, а Вика? А Вика не переодевается? Ну, нет, она подбирает образ, который ей нравится, а он остается у них. Навсегда? Навсегда. И никогда она никакой куклеобраз не меняет? Зачем? Ну, не знаю, там волосы выпрямить, может быть. Так я о чем это? Кто о чем плешивая парикмахерская? Кстати, невероятно уместно. Аплодисменты мне. Монстер Хай совершенно не переодевабельный. Переодевабельный, если ты купишь куклу другой серии. Ну, да. Я про то, что на Наквадин я не могу одеть одежду Дракулаура. Не потому, что даже она по размеру может не подойти, а потому, что она по стилю не подходит. То есть, это здорово, что у них у всех свои характеры. Но за что мы любим кукол, за что мы любим РШХ, любили? За что? Царствие им небесное, РШХ. За что мы их любили? За то, что у тебя есть куча кукол и в два раза больше, в два, в три раза больше одежды. Ну, как бы это в хорошие времена. Ты можешь на каждую надеть каждую. Упаковка дрянь. Я говорила уже об этом, когда мы еще снимали обзор на Каладин, самый-самый первый. Это и минус, и плюс. А плюс в чем? Плюс в том, что остается персонаж. В том, что ты хочешь купить всех персонажей. А, я думал, ты про блюдочную распаковку. Нет. В этом тоже плюс. Они интересные, они все разные. Нет, подожди. То, что ты хочешь купить всех персонажей, это минус. Это плюс. Это минус. Очень жарко, приходится пить воду. Да, просто, да, пьешь что-то сладкое и просто еще больше хочется пить. Так вот. Кукла распакована. У нее саран прилип к кремлю. Ну, кстати, по ощущениям, я такой не сильный эксперт, конечно. Но то, что говорили о том, что саран, он прямой. Это достаточно прямые волосы. Блестки тоже из сарана? Нет, это люрекс. Он чуть-чуть как жирненький. Вот эти волосы как раз вот чуть-чуть как будто жирноватенькие такие. А если их выпрямить, они умрут? Они выпрямить. Люрекс умрет. Люрекс умрет. А знаете, что еще можно выпрямить, и кое-что умрет вот здесь? Кто знает, тот знает. Кто понял, тот понял. Да. Так. Ну что. Не хочу еще откреплять этот гребень. Не знаю, как он будет держаться без вот этой штуки, кстати. Без какой? Вот. Блядь, у нее башка пробита. Будет он вообще держаться из нее? Не уверена. У нее рука в бинтах. Вот это. Не только рука. А это нет. Ну, видишь, они молдированы. Да, вот здесь вот нога в бинтах. Да, точно. Если честно, выглядит не как бинты, а как осуждаю максимально в GTA RP, как будто она себя резала. Просто. Макияж достаточно ровненький. Ровненький. Сережки-треугольнички. Мне в целом трудно описывать, что она не надета, потому что я сама из всего понимаем такое ожерелье. Платье здесь, оно имитирует бинты. Пояс такой весь необычный, странный. И да, на ручках у нее молдированные бинты. И на ножки тоже. У меня есть идея. Как мне была идея с Фрэнкой, я ничего из этого не сделала. За кастами бинты сделать их белыми? Чуть-чуть, да, белой красочкой на сухой кисточке вот так вот пройти, чтобы сам рельеф, он был такой белесый, как будто бы это реально бинты. Чтобы это выглядело более понятно, что это бинты. Люрокса много, но он прошит только по линии от этой прошивки, посередине. И вот здесь вот по линии прошивки. Внутри его нет. У меня замечание. Да? К платью или что бы это ни было. Рукава типа бинты у нас, да, но при этом они нарисованы на ткань. Что мешало взять ткань, которая запоминает положение? Ну, есть ткани податливые. Ну, такая как гофрированная, да? Да, и сделать типа вот они просто, пусть бы они были нарисованы, просто их бы помяли так вот. Ну, такие типа смятые. Поперечным таким, ну, вы поняли. Блядь, я охуенный оратор. Не, я все поняла, а что помешало жадность? А, да, это шматер, точно. Зато у нас есть собака. Будем ее жестировать? Обязательно. Давай сначала обозрем, обозрем сисуары. А, я, пожалуй, хотел бы начать с рюкзака. Рюкзак внезапно открывается. Блядь, сука. Ты уверен, что он не там открывается? Уверен. Это рюкзак доставщика еды. Да. Правда, непонятно, что сюда влезет. Доставщика шагухи. Да, во. Как это? Фараон доставка. Ну-ка. Смотри, получается жуки-то. А, это жуки? Они как-то высовываются. Мне кажется... Скорее всего, нет. Только ломая вот эти вот приплюснутые штуки. Просто помнишь, в фильме... Мы смотрели. А-а. У нее вот эти жуки были как... Как бы... Квадрокоптеры. А, жезловое управление жуками. Ты что? Ты осуществишь? Скайрим, жезловое управление пауками. По-моему, у нее они как квадрокоптеры, так могли летать. Или там, смотри, как жучки. Скоробей не летает. У нее могли! Хорошо. В целом, кстати, не похоже на открытство. Форма рюкзака очень сомнительная. Как для обычного рюкзака, так и для рюкзака доставщика. Потому что, ну, просто куча места идет в пизду из-за пирамидальной формы. Шалуха. Шалуха тоже сделана, типа, бинтами. Странно. Да. Внутри помидор? Мясо и зелень. Я желаю дизайнеру из Мотел и всем сотрудникам компании Мотел всегда жрать шалуху, где помидор нарезан кольцами. Если кто не понял, почему это плохо, кушайте. Хорошо, вот дальше, вот к этому я прикасаться не буду. Ой, как красиво! Здесь такой анубис. Ба. Как обычно, че, тут... Я вот уже не знаю, что говорить в обзорах на Монстр Хай. Хуёво напечатано. Рельеф красивый, экран хуёво. Не, в обзорах на Монстр Хай это слишком много, ты говоришь. Просто хуёво. Всё, достаточно. Он мне нравится, он симпатичный. Ты его будешь использовать? Конечно. Ты будешь по нему звонить? Да. Я хотел кинуть его через плечо. Знаете, как горст соли через... Нет. Какое плечо надо кидать? Через левое. Не сбывайся. Потому что там бес сидит. Бес сидит, блядь, во главе компании Мотел. Ужасно. И га, теперь уже. Мы теперь никого не любим, да? Ну, слушай, у нас есть парочка нестандартно брендированных кукол. Например? Одна. Точно есть. Не, у нас есть файлфикс. Файлфикс не берём, это инвалиды. Это канадцы. Ну? Открывается. Охуеть! Детализация на уровне хуёвого РШХ хороших перемёсов. А мне вот интересно, а вот зачем? Мы понимаем, вот это для руки, а вот это зачем? Это тоже для руки, типа она открыла и такая, знаешь, это как вот пенку дососать после капучино. Тоже маленький анобис. Анобис и снизу тоже анобис. Это кружка. Это обитель анобиса. А я подумала, если это какая-то урна для праха. Про ханубиса? Да. Ну, помним, любим Скайрим. Так, то, что чуть меня не убило. Оно почему-то в форме... А форма чего это? В форме бриллианта. Почему-то. Ну, в Египте сокровища, не знаю. Там Томбрайдеры всякие ходят, воруют сокровища из гробницы. Это не открыть ребенка. Открывашку возьми еще. Это ребенку точно не открыть. Причем такую, которая крутится. Открывашка, буквально. Нет, тут просто кончик удобный. Сказала подружка. Я сейчас нахрен сломаю ютюб в попытке открыть реальную. Не, ладно. Это пиздец. Это контент. Муж сломал мне букву. У нас такое было. Тут уги тени. Трехцветные тени. Не знаю, почему это вообще. Зачем? А чтобы что-то запихать. Фантазии нет. Уважаемые дизайнеры Мотел. Хватит всем куклам пихать одинаковый пояс. Он говно пластиковое. Он никому не нравится. Ну, у Фрэнки красиво не нравится. Да, но если бы он был только у Фрэнки, или хотя бы еще у кого-то, у него волосы из-под головы торчат. Ой, ужас. Покажи. Прямо. Вот надо вытащить. Да. Оторвала хлоп-волос. Сарановых, между прочим. Солнгард саранов. Собака. Такая смешная цена. Нет, собака мне нравится. Да, нет. Животные могут нравиться, просто нахуя они нужны. Вот в этом вопрос. Для детей только разве что. Нахуй детей. Это же куклы. Это куклы для... Как сказал классик, не вздумай сожрать, это для меня. Из аксессуаров у нас остался. Жакет вот такой. Это, вот можно вопрос. Насколько мне известно, это либо испанская мода, либо мода времен дикого запада. Типа бинты с нее свисают. А-а-а-а-а-а. Типа все, бинты, они свисают. Вон оно что, Михаилыч. Ты не знаешь, Маттел что угодно, что угодно имитирует атласной лентой. А-а-а. Какая-то вот сраная, ужасная атласная лента на А-А, на Б, которую я считаю прям личным скруглением. Так же и здесь. Это просто бинты. Обычная атласная лента это бинты. Что, ты не понял? Ты же тупой. Я отказываюсь, закомментирую. Я хочу это выбросить. Тебе бы всё лишь бы выбросило. Нет, я согласен, уплочено, кстати, не будем изменять традиции. Нееет! Да почему? Да потому. Ужасный, ты ужасный человек. Вот как нас смотреть? Мы токсичные. Мы токсичные, да. Как это смотреть? А токсичных не смотрят. Не смотрят. Я могу сказать, что очень плохо надевается на... Мне кажется, он не на платье. На колое тело. У него кроме платы ничего нету. Купи! Блядь, чё мне купить? Аутфит. Нет, реально, очень туго идёт, очень туго надевается. Сказала подружка. Выглядит вот так вот. Выглядит отвратительно. Я не знаю, может быть, у меня слишком тонкие эти... Кто они называются? Рукава. Ну, выглядит... Ну, пиздец. Хотя сама задумка, в принципе, я... Думала, ну, не плохо. Нет, это плохо. Это даже как задумка. По мне плохо. Не, ну, если бы это была реально имитация бинтов свисающих... Мне бы понравилось. Ой, блядь. Все волосы я выбрала, по-моему. Так, и что у неё ещё есть в комплекте? Пояс! Ладно, у неё есть очки. Опять огромные очки. Изящный силуэт. Сияй очки. А можно вопрос? Вот тёмные очки от Аршаха, они тоже у них из пластика, из цветного сделаны стёкла из того же, что и оправа? Нет. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Ну, не знаю. Ну, я... Я не знаю. Я пошла на рейв. Ну, реально. На этом обзор аксессуаров закончен. Ну, блядь, обзор аксессуаров был длиннее, чем они того заслуживают, я так скажу. Ну... Да. Ну, ещё достаточно прикольные серёжки в виде макарон. Это пирамиды. Пирамиды не бывают полуметри. Ну, они молодцы, что делают серёжки вот под углом. Ага. То есть, их реально видно на кухне. Так, что у неё тут? Её тут... Её это оживелье держится на резинках. Вот здесь. Если я сниму резинки, будет ли она держаться? Ну, просит. Оп. Нет? Нет, она будет держаться, она не будет так хорошо лежать. Ладно. Тычка. Не, ну, кстати, красиво сделано. Да, симпатично. Так. Пояс на заклёпочке. Пояс резиновый. Ну, это классический пояс Monster High. Да. Не совсем поэтому нахер он будет. Да. Причём у всех. В том числе и у Фрэнки. Вот убери его, она ничего не потеряет. Нет, она без моих Фрэнки. Это красиво. Я даже не видел. Из цепей вот так вот висит Фрэнки. Цепи пластиковые и нет звенья в цепи. Это имитация цепи. Ну, это хотя бы я могу понять. Здесь как бы, ну... Ой, тут ещё и не прокрас. Во-во. Не прокрас синий-жёлтый. Без аксессуаров платье выглядит достаточно дёшево. Да. А, без рук, кстати, тоже. То есть, вот здесь вот, в принципе, интересно, что асимметричные ткани. Но, в целом, ну, дёшево. И вот эта лента. У меня пух идёт. Вот эта вот золотая. Она, конечно, тоже дешевит сильно. Можно я? Почему она тебе нравится? Она красивая, она в египетском стиле. Я люблю Анку. Ну, египетский стиль... Знаете, египетский стиль для меня в какой-то момент умер. Ну, просто, я не знаю, как это... Наше поколение в детстве смотрело «Мумию» с Брэндоном Фрейзером. Нам очень нравилось. Да. И, как бы, эпоха крутых фильмов, она, как бы, немножко, ну, ушла в закат. Появились игры. Игры заняли эту нишу, вот, делать на определённую тему что-то охуенное. Угу. И, как ты думаешь, какую лучшую игру про Египет я сейчас назову до сих пор? Кузя Новый год. О, Кузя Путешествия во времени. Нет. Кузька Путешествия во времени будет, извините. Извините, классику. Ну, вы наверняка сейчас подумали об одной игре. Если вы подумали не о той, о которой я скажу, ну, вы испорченные люди. Sims 3 Путешествия. Ой, Sims 3 Путешествия. Угу. Да, хорошо. Просто потом, спустя сколько, лет 15, выходит Assassin's Creed Origins. Угу. И это отвратительно. То есть, из-за того, что вышел Assassin's Creed Origins, тебе не нравится Клео? Мне египетская тематика вот как-то стала просто, ну, как бы мало что выходит на неё, мало что я вижу. Но вижу вот это, достаточно громкая премьера, и просто ассоциации в голове закрепились. Ну, я ездила в Египет. Это субъективно. Это субъективно. Я ездила в Египет, и он меня покорил. Мне очень нравилось, вся, всё это, всё тематическое, эти анки, и вот это. Это всё очень интересно. Не, я не спорю, но вот я не ездил в Египет. Я была в пирамиде. Ух ты. Там нечем дышать. Очень спиртово. Как бы сама кукла достаточно симпатичная. И фокус на меня, спасибо. Да. Образ куклы вот этой, Клео. Ну... Ну, чё-то да. Ну, средненький. Давайте вот, ну, если использовать стандартную систему десятибальной оценки, ну... Ну... ПЯТЬ. Не, самое, что прежде интересное, мне... Ну, из всех Клео нравится только эта Клео. Мне не нравится ни... То, что сейчас этот, как он... Бор, или там что-то... Ребут. Короче, новые эти базы. Мне не нравятся. Всякие эти шкафчики и прочее, мне не нравятся. Ну, максимум, что плюс-минус интересное было, это её набор с органайзером. Этот, ну... Этот аутфит нравился мне больше всего. И он какой-то не хочет. Я... Это... Можно мне раздевать вот, пока мы не обозрели? Я хотел... Ботинки не обозрели. Ладно. Что касается поколений, я не шарю, чё там после G3 идёт. Я говорю про G3. А. Я не говорю про другие. Я говорю про G3. Ну, после вот этой серии, я имею в виду. Ну, это самая база, это самый первый. Вот. Что идёт после базы, я не шарю, а то, что до G3 это просто все куклы однотипный мусор. Они одинаковые. Они одинаковые. Тебя отменят. G3 стали хоть немного индивидуальными. Ботинки. Тоже бинты. Это сапоги. Забинтованные. Почему? Почему не было дать ей сандалики? У неё же нога забинтована. Ой, у меня проблемы. У неё забинтованная нога. За что ты лёзишь? У меня проблемы. Извините. Техническая пауза. У неё забинтованная нога, и вы её скрываете за эти минуты. За забинтованными сапогами. В чём смысл? Я тоже не понимаю. Кстати, вспомним ещё одного прекрасного персонажа с забинтованной ногой. Ну, с забинтованной половиной тела. Угу. Это более крыльненький, чем у Калладины, потому что она более такая... А Ростом она с кого? Ростом с Калладиной. А она такая дилда? То. Слушайте, вот... Мне Дракулаура больше нравится. И знаете чё? Вот хоть убейте. Все типы тела, кроме Дракулауры, для меня одинаковые. Я не знаю, они как будто пропорционально одинаковые, просто отличаются растяжкой в пейнте за углом. Блин, тебе надо дать одновременно все, и ты поймёшь. Дай. Ну не сейчас, но... Не хочу. Как ни... Блядь. Я умираю. На меня мумия проклятие на славу. Дай, может быть, но вот так я просто помню жопу Дракулауры, вот это по идее она же. Ну, плюс-минус да. Я не чувствую того же самого. Не ёлкает, да? Да, и опять же... Ну нравится тебе только Дракулаура, мы поняли. Видно скелет белый, в чём проблема была покрасить его хотя бы. Блядь, сранок. Никто не должен смотреть в пах кухни. А если она в позе стоит в какой-нибудь... Она должна быть одета за сумасшедшей. Ммм, точно. Не знаю, сарановые волосы, наверное, хорошо, но, сука, путаются во всём. Ну, наверное, у всех так. Да, у всех так. Окей, я просто привык, что у них волосы спермы завлачены, как под Скарлетт. Да, просто в один кусок. Да. Кусок спермы в волосах сгусток. Ну, шарниры хуёвые, ноги гнутся 90 градусов. Руки гнутся 90 градусов. Обычный шарнир. Ну, грудной шарнир чё-то делает. Шейный шарнир у них хороший. Хотя, скорее всего, они просто на шар надеты, да? Или у них крюк тоже. У них у всех якорь. А, ну ладно. Если бы они были на шар, они бы не отезжали. Ммм, хорошо. Блядь, я не знаю. Вот они... У них такие мягкие головы. Мне кажется, её можно не нагревая снять. Короче... Не, я в принципе можно не нагревая снять, только не надо. Не, просто такие моменты дешевят куклу. Ну, да то её проще для лаков. Это легко перепрошить. Попробуй перепрошить Рейнглхай. Ты себе все руки поломаешь. Подожди. Легко для лаков? Да. Это типа кукла собери себе сам. Ты заплати дизайнер. Дизайнером Мотел, чтобы всё переделать. Нет, 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 нет. Если ты хочешь, они, ну... Как ты там их сажаешь? Все могут обосраться, говорить, что всё это делается для детей, но нормальная маркетинговая компания должна понимать и знать разные целевые аудитории, даже если они небольшие. И целевая аудитория у акеров, ну, достаточно большая. И... Надо тебе сажать её. Извините. Всё со мной нормально. А меня сегодня будут бить. Как обычно. Возможно, даже ногами. Я думал, ты посадить её пытаешься мне на плечо. Целевая аудитория. Они точно должны видеть целевую аудиторию у акеров. И сознательно от них отказываться было бы очень странно. Да, у них мягкие головы, и это даёт, как бы, возможность взять вторую жизнь, во-первых, кукле. И, ну, да, многие покупают их для того, чтобы сделать вот... Мателовским куклам и первой жизни многовато, я считаю. А вот ещё ты сразу сказала, верно подметила, а это сейчас не в защиту контр-версии относительно твоей. Хороший маркетолог должен это видеть. Ну, модел достаточно хороший маркетолог, я думаю. Думаешь? Жалко, что инженеры хуёвые. Я вас люблю. У меня есть вопросики в Канга. А, у меня очень много вопросиков в Канга. Да, зато смотри, мы заживём. Вот всё, давай. Как обычно, мы заживём. Перестань покупать куклы. Будем открывать только те, которые у нас законсервировали. Всё, отлично. Будем есть мясо каждую неделю. Осуждаю еду мяса, будьте веганами. Фу. Так, ну что в целом... Я просто решил немножко обелиться после того, что ты тут наговорил. В целом, я что-то как-то расстроена её лутфитом. Он какой-то дешёвый. Он очень простой. Ткань говно. Не, ну просто давай вспомним Дракулауру. Что у него? Была кофточка, топик, шорты, вольфики. А, блядь, почему Дракулаура, Фрэнки и Клодин? Как их не путать? Даже ты перепутала её с Клодин. Я не знаю. Индивидуальность образов, ебать! Разные характеры. У Клодин была, получается, кофточка, вот этот комбинезончик, да, вольфики. У Фрэнки была юбка. Юбка, рубашка, жилетка. Бомбер. Бомбер тут как бы тоже как бы есть. Просто здесь получается, ну, один. Бомбер. Элемент одежды. Просто платье. И оно, ну... Оно такое себе. Сомнительное, да. Как-то... Ну, мне кажется, она такая симпатичная, она заслуживает лук. Да, согласен. Она прям симпатичная, не знаю, мне нравится. Я беру её под свою опеку, я подберу ей что-нибудь из того, что у нас есть. Ну, что налезет, то налезет. У тебя какие-то странные... Что? Уму к себе взял, сейчас Клев. Нет, Ума и Кармен это просто мои куклы. Об этой я просто, ну, на видео даю слово позаботиться, вы извините. Но опять же, если мне позволят. Но Стархай мне трогать нельзя почему-то. Ну, потому... Угу, потому что. Ну, что? Ну, что, по-вы тоже. Сама куколка симпатичная, волосы, наверное, саран. Нам идти экспериментировать с этим. Аутфит мне совсем не нравится, мне нравится, вот. Шауха. Шауха. Ну, и у куклы шауха тоже норма. В целом... Я не знаю. Я, если честно, немножко начинаю выгорать к Монстер Хай. Да, я тоже чувствую. Потому что, ну, даже хуесосить за одно и то же уже не так весело. Типа, вот возьмем МХ. Их можно похуй... МХ? РШХ. Их можно как за что-то очень сильно полюбить некоторых, так и за что-то очень сильно погнобить. Многих. Но всех всегда за разное. То есть, нет такого, что вот пять кукол с каким-то одним недостатком. Ну, таким важным. Понятно, второй аутфит там, нет грудного шарнира, это всё очень весело, но... Вот чтоб серьёзно. Ну, типа... Кармен... Кармен прелесть. Карма страшная. У Милы образ абсолютно никакой. Она никаких эмоций не вызывает. Кто мне ещё не нравился из МХ? У КОКО сочетание вот цветовой гаммы дурацкое. Бриана дорогая, шо пиздец, но абсолютно беспричинно. У КАИ губы шлюшачьи, но это, кстати, не совсем даже минус в её конкретном случае. То есть, видите, я пытаюсь искать недостатки в РШХ. Я их нахожу, но их не так много, и они всегда разные. А здесь дешевизна, одинаковость, при этом у нас разные образы. Говёные аутфиты, говёное качество, нарисованные глаза. Аксессуары, блядь, ну... Ну, не смешите, блядь, а? Вот. Одежду, сука, надо шить из ткани, а не на бумаге, блядь, на цветном принтере распечатывать. На. Не, она красивая. Она достаточно красивая, типа 7 из 10. Но... Как... Не хочется вот её гнобить, она достаточно мне нравится, но просто минусов объективно больше, чем плюсов. Ну, в целом, мы как будто бы, нам устали от них, да? Да. Нам нужно попробовать какой-то совершенно другой бренд. Я очень жду один бренд. Вот. Слушай, а норм вообще, что я вот такой злой и такой вредный на видео? Могу сейчас подтвердить, что в жизни я совсем не такой. Не, ну тут только не бываю. Бываю, но... Не, ну ты как Сара на видео. Ага. Ты добавляешь перчинки. Да. Ну, то есть, и я очень жду один бренд. Я вообще не понимаю любви к нему, кукольного комьюнити. Я очень хочу его обозреть. Я буду зол. Я буду зол, я буду жесток. Не, вообще я говорил по фанатке. Фанатка, то фанатка. Я хочу обозреть, мне интересно. Я не знаю, чего ждать. Угу. Но я знаю один косяк фанатки. Уверсил бы обозреть. Да. При том, что раньше были нормальные. Да, это причём. Это я не обойду стороной. Не знаю. Как по мне, самый интересный обзор у нас получается как раз на РШХ. Потому что... Ну, вот РШХ они, кроме Милы, не оставляют равнодушными. Вот ты восторгаешься, какая кукла красивая, какая у неё шикарная одежда. Но потом ты можешь полчаса распаляться на то, что вот этот аксессуар говно. Или вот этот предмет гардероба. Ну, хуйня. И зачем это здесь вообще нужно? Ну, в целом, спасибо за подарки. Пожалуйста. Мне очень понравилось. Я очень хотела клею себе. Меньше хотеть не стала теперь? Нет. Не, мне тоже. Я рад, что она у нас есть. Да, она очень красивая. Но ей просто нужна нормальная одежда. Не, ну я хочу, понимаешь, оставить египетский стиль. Египетская сила, правильно говорите. Хотя, блин, не знаю. Я подумаю. Я подумаю, что и сделать. Посмотрю видео. Посмотрю картинки на Пинтересте. В целом, мне все подарки очень понравились. Спасибо большое. Из основных персонажей МХ мне осталась только Лагуна. Но она мне нравится только вот в этом новом. Кейси, забываю, как это называется. Аутфит? Образ? Ну, там как-то эта линейка особенно называется. Ранвейки? Ну, типа, да. Ну, что-то по-другому. Короче, вот новая, базовая, мне нравится. Я жду, когда она появится как-то более доступно, чтобы не заказывать. Вот. Ну, так основные у меня уже будут все персонажи. Остальных, конечно, тоже хочется. Но они пока что-то их, опять же, только заказывают. Так же просто купить дороговато. Ну, я не знаю. Мне как будто хочется немножко сказать, не зови меня больше на обзоры Монстер Хай. Мне нечего просто больше сказать нового. Вот что я сегодня нового сказал про Мотел? Ничего. Ничего. Ну, мне кажется, стоит иногда делать. У нас просто два подряд обзора МХ, поэтому тебе тяжело. Я думаю, после других это будет снова. Наверное, ты права. Вот как по мне, наши лучшие обзоры все-таки на МХ. На кого, например? То есть, Каладин. Которая тетлюда или которая нормальная? Самая первая. Это наша первая распаковка на Юкубе. А-а. Потом наша самая длинная распаковка на Брата. Дракулауру. Дракулауру. Распаковка на Фрэнке, блин. Ну, распаковка на Фрэнке, да. Но это было и приятно. Поэтому, мне кажется, МХ, они... Они яркие, но их надо становиться слишком... Звезда, которая горит ярче, погаснет раньше. Нужка приятная. А вот знаешь, что обидно? Что? Мы никогда не делали распаковки моих кукол. То есть, умали. А, умали. Просто видео еще не вышло на момент записи. И не выйдет, потому что оно умерло в процессе записи. И русалка будет. Русалка будет. Маттел. Меняйтесь, пока... Пока нормально такой сейчас шанс выпадает. Да. Как бы... Один из гигантов решил отойти в Вальхау. Канубис. Учитывая тематику видео. Ну, как бы... То, что осталось у МГА в виде брэдс, не конкурентно способно. Даже вот для вот этих вот... Даже для них... Это неправда. Это правда. Я боюсь. Я, если честно, боюсь. Вот выйдет... Вот прям нормальные промо-фото. Все адекватно выйдет с плюшек. Я, честно, не знаю своей реакции. Я боюсь, что я захочу их всех. Понимаешь? Вдруг я сойду с ума. Я не знаю. Я не знаю. Мне страшно. Ну, я считаю, если ты хочешь хоть какую-то, братс, ты уже сошла с ума. Тебе уже терять нечего. Дальше некуда. Новость. Но сегодня я видела новость. С плюшки, братс, они же должны были выйти... Ну, уже скоро. А что-то они сегодня выходят и не выходят. Надо же. Но был тизер о том, что они будут без своих плюшевых игрушек. Помнишь, я тебе показываю? Ты говорил, что в чем смысл без плюшевых игрушек, не самое веселое. Вышла вроде как фотография с отшитыми этими игрушками. Возможно, они поняли, услышали, что никому не нравится без плюшевых игрушек. В чем смысл? С плюшек без игрушек. Я невозможно их отшиваю сейчас. Вспоминаем детство и рекламу кукол. Плюшевые игрушки продаются отдельно. А то есть отшивают они их в чушпаны записали? Какая... Какая шутка, блин. Уже бородатая, наверное. А когда видео выйдет, тем более. Я не знаю, когда видят видео. Давай монтажит, садится. Так жарко! Так и сиди. Ну, в общем, вот. Какие есть какие-то новости кукольные? Кукольные новости? Но МГА умирает. И как... Не новости. Ну, давай подытожь, я усталом один. Да я подытоживаю уже часа два. Уже видео само отбивается. Ну, тогда прощаться. Не будем прощаться. Почему? Скажем, до встречи. До встречи в обзоре на... Братс! Братс! До встречи в обзоре на фанатку Стича с нарисованными глазами. Фанатка Стича! Должен был сказать, ну, как... Братс! Она Костича! А у нас ещё много РШХшек. Да. И... Недавно мне тут одна особа сказала, что подумывает сделать то, чего мы зареклись не делать. Что? Кого распаковать? Когда-нибудь? На определённую дату. Это для тебя, для меня, важно. Я хочу... Близняшки Шторм. День ракетных войск. Близняшки Шторм. Это будет интересно. Можете скринить, а потом под каждым видео, где не их обзор, прикладывать. Когда Близняшки Шторм? Да, что обещали. А сделай обзор на Беллу. Вот на вот эту? Угу. Вот этот мем нужен, который... Look at this too! Не, ну, блядь, на чё тут обзор делать? У меня есть этот аутфит на кукле. У неё ноги. Ну, они, кстати, дерьмовые бывают. Да. А сама толстая получается. Это волосы. Блядь. Не, вот так спереди выглядит прикольно. Спереди, да. Да я лучше на вот этот обзор сделаю. Обидно, что только Беллу сделали. Да. Почему не сделали? А я карму. Или угу. Белла, пляжная. У неё кривые ноги. Лейтенант Дэн. Всё, весь обзор. Она без одежды, она без... Это у неё всё есть, и просто хотела помыть. Не знаю, что про неё говорить. Она настолько давно стояла полураспакованной, что как-то, знаешь, она очень незаметно вписалась в интерьер и коллекцию. Я её заказывала в нашем свадебном путешествии. Джва года назад. Да. Я два года назад хотел её открыть. Ну, ну. Вот эти, она совсем не похожи на Бриану, как все говорят, типа, зачем нужна Бриана, если есть Белла. Они совершенно разные и вообще не похожи. А как тебе что-то с карими глазами? Ну, поверни. Да похуй как-то. Мне вообще лето было болеть. Я не могу её оценивать, Соня. Она... У меня нет ощущения новой куклы от неё. Всем до свидания. Егип... Всем египетская сила. Бля, я представил Николая Петровича, который говорит египетская сила и показывает его потом. Всем египетская сила. Всем до свидания. Мотел говно, МГА говно. Чё там ещё у нас осталось? Чё осталось у нас? Ничего не осталось? У нас ничего больше нет. Всё. Хобби умерло. Мы просто насилуем труп. Для начала мы не встали. Я сомневаюсь, что Ютуб понравится в самом начале видео сила, что слова мы просто насилуем труп. Ну а чё? В ГТА-РП всем до свидания. Ведите себя хорошо. Слушайтесь маму. Подробингом не занимайтесь. Это тупо. Хочешь что-то сказать? Нет, придумай концовку. Бля, я придумал концовку, смотри.